Все о них говорят, все о них слышали, но пока мало кто видел, особенно вблизи. Речь о легендарной пилотажной группе стрижей, которая буквально вчера прилетела в Чебоксары. Сегодня маленьким жителям Чувашии устроили экскурсию на летное поле, где приземлились истребители. Дети, которые живут в Чувашии, вот такие самолеты, к счастью, видели только в мирном небе и по телевизору. Но сегодня у них есть возможность посмотреть на них поближе. На экскурсию приехали школьники, которые отдыхают в загородных лагерях республики, и дети, чьи родители работают на Эларе. Предприятие производит детали для истребителей МиГ-29. Именно на них летают стрижи. Эти самолеты стоят на страже российского неба, с высоты на которой они выполняют фигуры высшего пилотажа. Летчиков не увидишь. Но сегодня их можно было не только рассматривать, но и расспрашивать. Я тоже самое, точно так же, как и вы раньше. Когда-то стоял, задавал вопросы, и когда я увидел пилотаж, пилотажной группы, пилотаж, мне мурашки пошли по коже. Зажег себе какой-то огонек в сердце, и я себе сам сказал, что я буду летчиком и никем другим. Мы спросили, почему бока помяты у самолета. Нам ответили, что он облегает все детали самолета. 13 метров в Карелии, 17 метров в длину. Мне кажется, что я маленький муравей, но с этим самолета. Как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самых любопытных приглашали в кабину самолета. Детей я в основном пацанов агитирую, чтобы шли поступать в Воронеж, Армавир, летчики, инженерно-технический состав. Должностей много, летчики в стране всегда нужны. Тем более, какие у нас, таких вообще мало, очень мало. И в основном спрашивают в кабине, как много приборов. В основном девочки почему-то лезут. Мальчики боятся в кабину лезть. Представительницы прекрасного пола действительно рвались посидеть на месте пилота. Однако связывать свою профессию с небом они, судя по всему, не собираются. И правда, как следует из известной песни девушкам положено не летать, а любить отважных летчиков. Это большое удовольствие побывать в кабине самолета. И мало у кого есть такие вот шансы. Я не хочу быть летчиком в будущем, потому что это большая ответственность. И как-то страшно, наверное. Воспользовался возможностью посидеть за штурвалом и тот, кто стоит у штурвала республики. Ощущения такие, что на словах даже выразить невозможно. Тут столько приборов, тут глаза разбегаются. И мне командир говорит, что все в ручном режиме. И глаза должны успевать следить за этими приборами. Это тут десятки приборов. Просто не каждый человек способен среагировать глазами на показания этих приборов. Посмотреть на что способны самолеты и их бесстрашные пилоты все чебоксарцы смогут уже в это воскресенье. За экскурсию летчикам и руководству республики дети тоже приготовили подарок. Это, конечно, не фигуры высшего пилотажа, но от души. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.